Добрый день! А вы заметили, как быстро прилетел первый триместр? Вот уже выпал первый снег, скоро Новый год, весна, лето и каникулы. А потом 1 сентября. А для кого-то это будет самое первое 1 сентября в его жизни. Интересно, кто-то уже готовится к 1 сентябрю? А наши учителя уже вовсю готовятся. И сейчас мы расскажем о том, как они с нетерпением ждут своих первых первоклассников. Я Дубенина Ирина Валентиновна, учитель начальных классов высшей квалификационной категории. Ветеран категорического труда, почетный работник образования. Победитель конкурсного отбора «Лучшие учителя России» и многих других профессиональных конкурсов. С детства я мечтала быть учителем. И вот уже почти 30 лет я занимаюсь любимым делом. Что значит школа для меня? Я вам отвечу однозначнее. Жизнь школьная – моя судьба. Моя судьба. И не иначе. Первый учитель – это тот человек, которому родители доверяют самое дорогое, самое ценное своих детей. Именно от учителя начальных классов зависит, понравится ли детям учиться, будут ли они чувствовать себя комфортно в школе. Для меня каждый ученик – в первую очередь личность. Личность, которую надо уважать и которой необходимо помочь раскрыться. Я Зверькова Марина Алексеевна. Учитель начальных классов в высшем педагогике. Педагогический стаж почти все же. И все это время я была уверена и сейчас уверена, что главное, чтобы ребенок хотел учиться. Если ваш малыш идет в школу с удовольствием, если ему интересно на уроках, если ему нравится учиться, то у него все-все-все получится. А мы ему в этом поможем. Здравствуйте. Меня зовут Анна Владимировна Костиненко. Я учитель начальных классов и являюсь учитель высшей квалификационной категории. В школе я работаю 18 лет. И стать учителем хотелось с детства. Перед моими глазами был всегда пример моих близких людей, которые тоже выбрали эту прекрасную профессию. Я считаю, что учитель – это прежде всего наставник, друг и помощник для каждого ребенка. Я показываю детям, что образование – это не только обязательный, но и очень увлекательный процесс, используя на своих уроках различные методики и в том числе новые информационные технологии. Надеюсь, что будущим первоклассникам очень понравится школе, и они будут с радостью посещать уроки. Татьяна Александровна Круглова. В школе работаю с 2009 года, имею высшее образование и высшую квалификационную категорию. Что я вижу главное в своей работе? Наверное, это найти путь к каждому детскому сердечку, зажечь искорку познания в нем, заметить и дать возможность реализоваться каждому таланту. Костюкова Юлия Валерьевна, учитель-начальник класса. Всегда мечтала работать в школе. После окончания средней школы поступила в философический институт. Пришла работать в школу в 1983 году. Учитель высшей квалификационной категории. Считаю, что в нашей работе нужно уметь слушать и слышать ребенка. Меня зовут Мазалю Калла Геннадьевна. Я учитель-начальник класса. Высшая квалификационная категория. Педагогический стаж 28 лет. Я думаю, что помощь ребенку нужна не только в школе, но и обязательно в семье. Моя задача еще и в том, чтобы помочь ребенку учиться и получать от этого удовольствие. И самое главное, что успех в учебе – это завтрашний успех в жизни. Керехова Наталья Ивановна. В школе работаю с 1998 года. Имею высшее образование и высшую квалификационную категорию. За годы работы в школе выработала свой взгляд на обучение и воспитание. Каждый ребенок уникален и талантлив по-своему. Моя задача заключается в том, чтобы вовремя заметить талант и помочь ему раскрыться. А также давать не только качественную образовательную услугу, но и частичку своей души. Я Убарова Ольга Александровна, учитель начальных классов высшей квалификационной категории. Работаю в школе с 1989 года. В школе же 11-91 я работаю уже 26 лет. У нас с детьми выработался девиз наших уроков. Это дисциплина, трудолюбие и активность. Я считаю, что каждый ребенок успешен. Всегда им говорю, не надо сравнивать себя с другими. Сравнивай себя с сегодняшним, с собой вчерашним. Ставь цель и двигайся вперед. Я будущий учитель первого класса Цветкова Анастасия Алексеевна. В данной должности работаю 13 лет. Имею высшее педагогическое образование и высшую педагогическую квалификационную категорию. За время моей работы в школе сложилось такое педагогическое кредо. Чтобы учить других, необходимо учиться самому. Чтобы воспитывать других, необходимо начинать самого себя. А чтобы развивать других, надо развиваться самому. Поэтому, чтобы любить учиться, учитель прежде всего должен любить свою профессию. Поэтому, сначала любить, а потом учиться. Здравствуйте, уважаемые родители. Я, Широкова Валентина Алексеевна, учитель начальных классов в высшей квалификационной категории. Стаж в педагогической работы более 40 лет. В школе номер 1191 я отработала 21 год. Отличное посвящение, ветеран труда. Моё педагогическое кредо – любить тех, кому преподаешь. Помочь каждому ученику проявить свои самые лучшие качества. Учение с увлечением, воспитание с любовью и радостью. Мы вас ждём!